Субтитры создавал DimaTorzok Подними трубку, ну же, подними Папа, это Лиза Ты должен прилететь и забрать меня отсюда Вытащи меня отсюда Папа, это ты? Я тебя не слышу Папа! Франция, Париж, несколько дней спустя Сол Майерс, бывший боец иностранного легиона Майерс Сол? Сол Майерс? Это Пьер Из редакции подтвердили, она не связывалась с ними уже более двух суток Его дочь исчезла в Колумбии Сол Майерс отправляется за ней Сол Майерс уже достиг своей точки кипения Сол Майерс 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 Редактор субтитров Сол Майерс Сол Майерс Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, мистер Майерс. Опустите оружие. А вы действительно неплохой боец, мистер Майерс. Ну что ж, расскажите, зачем я вам был нужен, если вы приложили столько усилий, чтобы меня увидеть? Выходи, подлый трус! Добрый день, Дон Педро. Здорово, Майерс. Ты очень удачно перестрелял этих охранников-дармоедов. Сказать по правде, я задолжал им зарплату за три месяца, а ты избавил меня от необходимости платить. Мне наплевать на ваших охранников, Дон Педро. Я пришел сюда, чтобы узнать, что случилось с моей дочерью Лизой. Ведь вы последний, кто ее видел. А-а-а, то-то я смотрю, твое лицо кажется мне знакомым. Так ты отец малютки Лизы. Рад, очень рад с тобой познакомиться. Она много о тебе рассказывала. И если хоть половина того, что она говорила о тебе, правда, то я жалею, что не знал тебя в начале своей карьеры. Тогда мне были очень нужны такие люди. А дочь твоя, так это же просто загляденье. Не заговаривайте мне зубы, Дон. Что вы сделали с моей дочерью? Дружище, да как ты мог подумать, что я причиню вред малютке Лизе? Да я сам бы прибил любого, кто поднял на нее руку. Мы с ней отлично провели день. Она даже обещала прислать мне журнал со статьей обо мне. И что с ней случилось потом? Да ничего страшного. Я долго уговаривал ее остаться у меня на ночь. А она вежливо, но твердо отказывалась. В конце концов, я дал ей в охрану двух самых умных своих горилл и отправил в город. Она еще позвонила мне из редакции. Сказала, что добралась нормально. А почему тогда редактор сказал мне, что он последний раз видел ее перед отъездом к вам? Так это редактор сказал тебе, что я обидел Лизу? Я всегда знал, что он продаст за деньги кого и что угодно. Но уж если он решил стравить тебя со мной, значит дело действительно серьезное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите мне еще про Лизу Дон. Она ничего не говорила о своих планах. Может, у вас есть какие-то мысли о том, куда она могла вляпаться? Если честно, то я ума не привожу, кто мог обидеть такую милашку. Но я чувствую, что редактор завяз в этом деле по уши. Надо раскалывать старого козла. Может, расскажете мне о ситуации в этой части страны, Дон Педро? Я знаю столько, что рассказывать придется неделю, а то и две. Поварись тут немного, и сам во всем разберешься. Дон Педро, а вы не слышали о старой индейской легенде о Ксенусе? Лиза интересовалась ею, возможно, ее исчезновение как-то связано с этой легендой. Вот, может, этот камень поможет вам что-то вспомнить? Кажись, что-то похожее я слышал. Старая индейская реликвия, разбитая на шесть кусков. Верно? А это у тебя, конечно же, один из кусков. Ладно, я могу поузнавать. Иногда бизнес сводит меня со странными людьми Гринга. Вот у них и поспрашивают. Центральная. Вижу вражеский вертолет в квадрате АВ-10. Начинаю атаку. Я выкупаюсь у вас в бассейне, Дон Педро, если вы не против. Конечно, купайся, Майерс. Отец малютки Лизы может чувствовать себя здесь, как дома. Кстати, там загорает Асусена. Будь с ней осторожен. Думаю, что ты ей понравишься. Асусена? Да. Это дочка свекра жены, троюродного Шурина, бабки Кума. Но я зову ее Ляльцем. Она тут с подружками отдыхает. Я думаю, мне придется еще раз посетить редакцию. Кстати, старый подонок довольно труслив, если ты заметил. Думаю, что как только ты нажмешь на него посильнее, он выложит тебе все, что знает. До свидания, Дон Педро. До свидания, Майерс. И вот еще что. Если тебе понадобится любая помощь в поисках дочери, обращайся ко мне. Мои услуги довольно дорого стоят. Но клянусь Пресвятой Девой, я могу найти человека даже у черта в заднице. И могу узнать ту информацию, о которой догадывается президент и знает только Господь Бог. Если ты зайдешь в тупик в поисках дочери, я смогу помочь. Спасибо. Да пока не за что, Майерс. И слушай, тут Эстебан Давича говорил, что ему летчики нужны. Работа вроде не пыльная. А этот главный его по полетам, как его, Леонсио вроде. Леонсио платит неплохо. Вот тебе книжка, самоучитель. Прочитай, сходи ко Августа, попрактикуйся. Сможешь тогда летать. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok